Скидки всем подписчикам от магазина яблочной техники applejesus.ru Привет всем! Сегодня, 24 июля, вышла долгожданная Modern Combat 5 Затмения. Лично я получил к ней доступ уже неделю назад, и за это время у меня успело сложиться мнение о этой игре, которым я бы хотел с вами поделиться. Поехали! Итак, игра Modern Combat 5 Затмения это продолжение четырех предыдущих успешных шутеров от первого лица, завоевавшие сердца, наверное, миллионов мобильных геймеров. В игре серьезно изменился геймплей, скажу я вам. Прежнее четкое мочило вы тут уже не встретите. Сейчас все нацелено на экшен, то есть все эти красивые экшен-сценки, убийства и преследования созданы для того, чтобы все было красиво. В основном все эти сценки предзарендерены, и вы смотрите тупо видео. Первые два Modern Combat без всего этого экшена мне, если честно, нравились куда больше. Там не было всех этих отвлекающих моментов. Только мочилово и только хардкор. Еще мне не понравились, по крайней мере поначалу, слишком загруженные места сражений. Очень много отвлекающих факторов, и сориентироваться там довольно-таки трудно. Кстати, мне не понравилась оптимизация на пятом айфоне. На более слабом айпеде третьем, к слову, все работает прекрасно, и различия в графике особо не замечаются. Это, наверное, были все минусы. Теперь приступим к плюсам, а их тут очень много. Управление, если у вас не жирное, как у меня пальцы, на айфоне просто супер, на айпеде еще лучше. Существует, насколько я знаю, три вида управления. Кнопочный, с гироскопом и джойстиком. Джойстики должны поддерживать технологию M5. Старый геймлофтовский джойстик под названием Duo Gamer, который прекрасно работал со старыми Modern Combat'ами, у меня завестись отказался. При этом можно настраивать чувствительность как общего поворота игрока, так и гироскопа, и, в общем-то, самого прицела. То есть каждый сможет настроить игру под себя. В игре присутствует помощь при прицеливании, автострельба, автоприседания, когда вы подходите к укрытию и еще много-много всего. Большинство из этих фич, разумеется, работают только в режиме кампании. Кстати, обязательно рекомендую включить в настройках контроля плавный обзор, а то без него все не очень красиво дергается. Играть можно за 4 класса. За разведчика, за снайпера, за штурмовика и за десантника. Ихние скиллы можно улучшить полученными за успешно пройденной миссией балами. Также можно улучшать и оружие, прикрепляя к нему разные прицелы, глушители и приклады. Мне, например, очень понравился дробочелла. Стреляет прям как надо. Один выстрел и соперник улетел. Игра состоит из 6 глав, каждая из которых содержит в себе множество подмиссий, и происходят они все в разных локациях. Так что, возможно, тот минус, который я описал в самом начале, а именно загруженность карт и трудная ориентация на них, пропадает с будущими уровнями. А то поначалу глаза аж разбегаются в разные стороны, да и цвета одежды соперников сливаются с интерьером. Кстати, сами соперники особым интеллектом не отличаются. Достать их пулей очень и очень легко. Настроек сложности я, кстати, не нашел. Может, просто мимо глаз пролетело, но думаю, поиграв на трех устройствах, я их точно был должен заметить. Так что играть довольно-таки легко, если не учитывать, что стрельба практически не прекращается, и вы постоянно находитесь под напряжением. Графика в игре, как я отмечал ранее, просто шикарная. Я удивлен, как на этот раз геймлофт удалось оптимизировать игру под более старые устройства, не урезая их графику. Правда, слегка непонятно, почему игра подлюкивает на более сильном айфоне пятом, а на айпаде третьем при этом работает просто замечательно. Что касается управления, то на айфоне не понравилось, что кнопки расположены очень близко друг к другу, и порой ошибаешься, нажав не то, что надо. И в настройках, опять же, опции, которая может изменить их положение, я, к сожалению, не нашел. В звуках графика тоже на очень и очень высоком уровне. Обстановка в игре благодаря музыке просто невероятная. Звуки выстрелов весьма и весьма качественные. Сетевую игру мне проверить не удалось, так до релиза игры в ней никто не сидит. А все потому, что, несмотря на слив Modern Combat 5 сеть за пару дней до релиза, геймлофт забанила всех, кто скачал эту игру нелегально. Игра, к слову, требует постоянного интернет-подключения, так что обойти это вам никак не удастся, пиратики. С одной стороны, хорошо, что борются со всем этим, но нам, простым игрокам, которые заплатили за эту игру, наверное, не всегда будет удобно играть в нее с интернет-подключением. Ведь интернет есть не везде, а без него игропу просто не запустится. Так что, как я и сказал, протестить мультиплеер, увы, не удалось, так никого там нету, но, скорее всего, там все так же хорошо, как и в прошлых версиях. Сервера у геймлофт всегда были очень стабильными. Могу только сказать про режимы мультиплеера. Свободная игра, VIP, битва отрядов, захват флага и командная битва. Максимальное количество игроков мне неизвестно, но, скорее всего, 12 или 16. Поправьте, если я ошибаюсь. В общем, пятый комбат, как называют его в народе, весьма неплох. Прогресс по сравнению с четвертой частью налицо. Тут тебе и более крутая графика, и замечательные звуковые спецэффекты, новые интересные локации, новое оружие, в общем, много-много всего. Что-то по сравнению с предыдущими частями, конечно же, ухудшилось. К примеру, все вот эти экшн-сцены, их тут слишком много. Но в целом игра стала лучше, и покупать ее, безусловно, стоит. Кстати, о цене. 7 долларов без одного цента, или же 229 рублей. В принципе, как и все остальные части. Внутренний игровых покупок тут вы, разумеется, не встретите. А на этом все. Не забывайте оценивать видео. Давайте попробуем добить до 1000 лайков. Мне будет очень приятно. Подписывайтесь на обо мои каналы, вступайте в группу ВКонтакте, Флотима, Твиттере и Инстаграме. Всем пока!